С 6 по 8 апреля 2018 года в Новосибирске будет проходить международный конкурс детского и молодежного творчества «Сила искусства». У нас в гостях генеральный и исполнительный директор фестиваля Наталья Морикер. Доброе утро! Здравствуйте! И постоянный член жюри номинации «Странный академический вокал» Карен Овсян. Доброе утро! Доброе утро! Ну что, расскажите про конкурс, про номинации, какие есть, какая самая многочисленная, кто уже подал заявки до 30 марта, нужно было успеть, уже все. До сих пор звонят, к сожалению. Почему к сожалению? А потому что всегда жалко, когда ты что-то организовываешь, вначале ждешь-ждешь, но вот сейчас всем это станет интересно. И такой проявляется вялый интерес, а потом в конце такой огромной наплывки, уже принять их не можешь, а они все звонят и звонят. И думаешь, надо было делать пошире, надо было залы брать побольше, надо было дней брать больше, надо было и вообще охват делать шире. Да, Наталья, правильно? Сейчас Наташа подтверждите. Да, ну я вкратце расскажу, что такое «Сила искусства». «Сила искусства» — это конкурс, который появился в Новосибирске в начале 2016 года, и сегодня мы уже проводим четвертый конкурс. Почему мы решили его сделать? Потому что конкурсов действительно много, и для талантливых ребят они имеют большое значение. Но они все, знаете, на мой взгляд, не очень высокого уровня, не очень качественные. Многие просто проходят, чтобы собрать деньги. Ну и вообще все качественные конкурсы, которые в Новосибирске проходят, это, как правило, приездные. Там Петербург, Москва. Мы решили, почему бы нам не сделать свой, свой достойный конкурс. И у нас, в общем, получилось его сделать. Первое, на что мы сразу сделали акцент, чтобы отличаться немного от других, мы сделали не просто конкурс, а сделали конкурс-фестиваль. То есть помимо того, что участник просто приходит к нам показать свое исполнительство в любом жанре, он еще попадает на фестивальную площадку, где огромное количество партнеров, интерактивных зон, и вот какое-то общение между участниками. Да, мастер-классы обязательно от членов жюри, но не от всех, понятно, что просто программа не позволяет, но, как правило, это гости-приезжие, да, потому что интересно, и такая возможность выпадает именно только в рамках конкурса. Собственно, вот такой у нас конкурс замечательный. Номинаций у нас много. Это и хореография, абсолютно все направления, от классического до уличного стиля. Вокал, джазовый, эстрадный, академический, народный, хоры, цирк. В этом году мы даже рэп попробовали и удивились. У нас огромное количество заявок на рэп. Я всегда смеюсь. У нас обычно на академический и народный вокал много заявок, просто очень много, полдня номинация может идти. А здесь у нас рэп три с половиной часа идет. Не знаю, с чем мы их заманили. Причем заявка одна была просто, человек три с половиной часа, у него длится трэк. Длится трэк, да. Карен шутит, но у рэперов это вполне, кстати, возможно. Не знаешь, как вообще они будут себя вести. А какой-то есть регламент, кстати, по выступлению, по времени? Да, конечно, у каждой номинации свой регламент есть, он прописан в положении. Например, в номинации рэп нужно, чтобы звук «йо-йо» был не больше, чем четырнадцать раз в одной песне. Ну там разные. И чтобы в каждой песне было слово «белый брат». Вот такая номинация. Словосочетание. У нас по два номера исполняют участники. Это обязательно? Ну, можно с одним. Можно одну в два раза. Понимаете, полнота картины будет тогда, ну, кто-то спел две, представляете, а ты всего одну и не раскрылся. Чтобы какой-то выбор был. Желательно, да, чтобы они были немного разные, да, например, «белеческая» и «мажорная». Ну, или просто, почему, у эстрады могут быть две эстрады, допустим, популярных песни, но все равно, когда ты поешь две песни, это, ну, с одной, что за три минуты можно понять, если... А вы проводили отбор или вы просто принимали всех, кто подает заявку? Нет, мы принимаем абсолютно всех, кто подает заявку, потому что это конкурс, который проходит в очном формате, то есть когда приходят участники, и члены жюри здесь и сейчас принимают решения и слушают их. Здесь нет отборочных. На подобных конкурсах отборочных этапов нет. Так, и потом будет какой-то гала-концерт? Да, обязательно. Три дня идет конкурс, на каждой, в каждый день, на каждой номинации члены жюри отбирают лучшие коллективы в каждой номинации, и мы выбираем гала-концерт. Да. Ну, порядка 10-15 номеров только отберут на гала-концерт. В каждой номинации? Нет, всего. Чтобы вы понимали, жюри за все три дня смотрят примерно 350 участников, у нас 350 заявок, ну там 348, по-моему, и вот из этих 350 только 15, а то и меньше, попадет на гала-концерт. То есть у жюри не просто еще задача оценки ставить, выбирать лучших, а еще и на гала-концерт, и то, и другое, и пятое, ну, в общем. А возрастное ограничение я вот как-то хотел уточнить. Конкурсы проводятся по возрасту, в каждой номинации свои, поэтому у нас возрастное ограничение от трех до бесконечности. Мы в декабре сделали номинацию 35+, в каждом абсолютном направлении, и она была успешной, очень много талантливых людей. Даже, что взрослые тетеньки, когда караоке закрыты утром, где-нибудь шальвы императрицу спит, вот можно... Вы, Карен, вот в декабре, три дня, не вставая, осудили вокал, и вы видели, помните, 35+, там застойные были, кстати. Плюс педагоги. Я что, тоже уже давно 35+, поэтому не было интересно. У нас есть инструментальный жанр номинации, там очень много педагогов. Исполнители, профессионалы именно, да, заявляются в эту возрастную... Тяжело, да, Карен, осудить, когда так много профи приходят? Нет, тяжелее всего... И рядом еще и с ними. Тяжелее всего это детский эстрадный вокал от 9 до 14, вот там две возрастные, по-моему... Голосок тоненький, они все хорошо тянут, да, тяжело понять, кто лучше. Вот как правило, да, как правило, самые сильные бывают вот эта возрастная. И 10, 11, 12, 13, 14 люди поют шикарно, гениально, потом обсуждаешь, невозможно за час обсудить, просто распределить места, потому что все одинаковые... А потом 25 им стукает, и они, я погружаюсь в мир других мужчин. Не 25, не 25, вот почему-то 16, 17, 18 куда-то проваливаются. Я думаю, вот если вы так вот шикарно поете, куда вы, что потом с этими поющими детьми становится? Видимо, вот... Они поступают в вузы, это же студенческое время, им некогда петь, конечно. В другие профессии уходят, уже как-то пение забрасывают, к сожалению. Но вот в этом возрасте очень сильные бывают. После рекламы вернемся, обсудим остальное. Говорим в этом часе о международном конкурсе детского и молодежного творчества «Силу искусства». У нас в гостях исполнительный директор фестиваля Аммоликер Наталья и постоянный член жюри номинации «Эстрадный академический вокал» Карен Моффициан. Доброе утро, друзья, еще раз. Еще раз. Проговорили про то, как много приходится жюри отсматривать материалов, там 350 номеров, все это долго. И кто эти люди, кто эти герои, кроме Карена, которые будут судить? Да, ну у нас в Новосибирске, слава Богу, много достойных, уважаемых, талантливых людей. Поэтому, конечно, в основном процентов 70 это жюри из Новосибирска. Но, как мы уже сказали, Карен у нас постоянно, он с нами всегда, и не просто приходит и уходит, а он сидит от звонка до звонка. Вот допустят у меня другие члены жюри, но вот Карен самый ответственный. Знаете почему? Потому что, когда надо принять решение по заявкам, он может в три ночи уйти с нами к площадке, в два ночи. И вот пока он не видит, что мы в ведомость все причесали и привели в порядок, и действительно все-все-все, только тогда он уже уйдет. У нас в жюри из местных, наших новосибирских, это Игорь Борисович Тюваев, Анастасия Журавлева, приглашенные гости у нас Дима Масленников, финалист танца на ТНТ. Также у нас группа «Богачи» из Екатеринбурга приезжает, новый музыкальный бенд. И просто «Новосибирский богач». Да, кстати, у нас есть в жюри группа «Богачи» из Екатеринбурга и есть группа «Богачи» из Новосибирска. Я не, кстати, так попала, судят как раз их в это время. Вот, так кто у нас? Еще в «Маринге» Богачева есть, надо ее тоже быть. Михаил Мищенко, пианист у нас в инструментальном. В общем, у нас в жюри, чтобы вы понимали, 26 человек. У нас на каждую номинацию отдельная тройка членов жюри. То есть мы не делаем так, знаете, пригласили вокалиста, хореографа, еще кого-то. И вот они сидят и смотрят и инструмент, и танцы, и уличные танцы. У нас даже на хореографии в жюри разделено. Есть, допустим, основной состав жюри, костяк, представители жюри. А есть какие-то направления, народные, уличные и так далее. И, соответственно, уже на народные мы приглашаем в этой сфере специалиста, на уличные, допустим. Вот Игорь Анютиев у нас будет «Дафанки стайл». Ну, то есть мы стараемся действительно по компетенциям распределить, чтобы решения были правильные. А география участников как-то ограничивается городом, областью или вообще никак не ограничивается? Конкурс у нас российский. Но члены жюри в прошлом году у нас стояли, чтобы он стал международный. Но мы сделали его международный. Вообще география широкая. Для примера, откуда приезжают? А в этом году у нас есть из Беларуси, правда, один участник, но зато есть из Казахстана. Где-то примерно 120 человек. Ничего себе! Да, ну 120 человек это в человеках, а в заявках это всего 5. Потому что, к сожалению, коллектив географии может быть 60 человек. Например, из Томска у меня две заявки есть, да? Но это 120 человек. Ну, оп там, правильно. Вагон выкупили. И еще, и еще. У нас есть один человек из Нигерии. Ну, правда, мы его в Новосибирске нашли, но тем не менее, родом он оттуда приехал сюда на какие-то курсы повышения квалификации. А в Нигерии его ищут. Поэтому он придет к нам. Мы все сегодня нашли. А он тут приезжает к нам. На своем языке, да? На английском. А, на английском. Да. Круть. Из районов области нашей есть? Да, районы области. Ну, сказали, что есть нигеряки. И Киштоф. Большая Новосибирская область. Да, нет, из районов области очень много. Потому что, видите, у нас же еще члены жюри нам очень сильно помогают. Да, допустим, Карен заявил свою часть в жюри. Мы красивенький пост про него сделали. Говорим, Карен, ты должен всем рассказать. И все его друзья пришли тоже поучаствовать. Да, да. И вот все там идут и так далее. Если будут мои зрители приходить, тебе придется сделать номинацию 60+. Там придется ехать-то в Крупус-Сити-Холл. О, да, да. Если придут твои зрители и фанаты. Не, на самом деле я хотел бы небольшую вот такую свои 5 копеек внести вот в обсуждение того, как вообще вот жюри обсуждает. И вот Наталья похвалила меня. Спасибо. Да, дело в том, что эта ответственность у меня тоже неспроста появилась, а с того, что... Как-то раз был случай. У меня же тоже... Не, случаи бывают всегда. Я вообще очень... У меня очень сильно развито чувство справедливости. Я очень люблю, когда все бывает точно, четко, вот именно... По-честному. По отношению к детям, да. Потому что у меня тоже есть своя, не буду назвать название, баскальная школа. И как-то я вот в этой сфере деятельности очень сильно своей репутацией дорожу. И когда, просто понимаешь, когда... Я знаю, это когда дети возвращаются в свои музыкальные заведения, где они учатся, и объявляют там результаты. И говорят, что их незаслуженно обидели, да? Да, спрашивают, кто там был еще в своей возрастной конкуренции. Она называет фамилии. Мы примерно знаем, да, вот это сильнее, это слабее, там, и так далее. И когда понимаешь, что там сильнее него никого не было, и спрашиваешь, а кто в жюри сидел? И они называют фамилии вот череного жюри, как бы узнаваемых, да? И начинают делать выводы. И вот чтобы обо мне, как бы, в принципе, особо, как о члене жюри идет такая надежная достаточно молва и репутация, поэтому я стараюсь ею дорожить, и чтобы все, как вот жюри порешили, вот как мы на обсуждении обсуждали, как мы оценки выставляли и выводили людей на диплом, и чтобы в итоге, в итоговом подсчете, вот через все протоколы, не выходило бы именно так, и ничего не запуталось. А путается всегда, путается, путается. Уважаемые организаторы конкурсов, приглашайте Карена в качестве жюри, он очень хорошо работает, 8-9. Может, вы же не знали, но жюри, жюри после каждой номинации, после выставления оценок, идут на круглый стол, понимаете? Куда приходят родители, и куда приходят педагоги. И спрашивают, почему нам столько выставили балл? Знаете, им нужно по-каждому, ну, конечно, уважаю всех родителей, но каждый считает, что его сын, дочь, бог. Ну, конечно. Попробую объясни ему, что вот он мне... И, да, нет, я родительница, вы знаете, я сам не знаю, почему, я-то вашего ребенка выше всего поставил. Могу показать протагогу? Сейчас, сейчас я даю. Да, да, да. Где мой протагог? Замечала я такой за вами. Да бог с ним. То есть, ну, ты же не будешь ему в лицо говорить, знаешь, вот твой ребенок плохой парик. Прикол был, в общем, у нас. Одна есть родительница, которая ходит на все конкурсы и всегда все записывает, что говорит, например, Карен, потому что он очень многие конкурсы представляет, и местные, и федеральные. И она один раз ему говорит, а вот в таком-то году, на таком-то конкурсе вы мне вот так сказали. А сейчас это не исходится что-то. А в декабре мне сказали вот так, а сейчас вы говорите другое. Я такая сижу, и прям под запись, она говорит, все есть. Я такая в шоке просто, что-то, ну, манящий. Карен, естественно, послал свое дело, он объяснил, что ребенок меняется, мутация голоса. Мутация голоса. Тогда я его поставил то, тогда это. Тогда у тебя другой ребенок вообще был. Реотеля, вы еще рассказывали про то, чтобы кроме основной программы будут мастер-классы и интерактивы. Что за интерактивы и чьи мастер-классы? У нас на площадке будет музей. Вот это да. Порядка 15 экспонатов музея. Вот это да. В общем, во время свободного, в общем, в свободное время участники смогут ходить по экспонатам, там что-то делать. Ну, знаете, да, это, которые, типа, там, реальность искажают. Муку засунула, там она там что-нибудь расплылась, или там огонь на руке можно разжечь. В роли развлечения для детей, да? Ну, и развлечения, и познавательные, конечно, вещи. Потом у нас есть такой партнер, как школа-студия стилиста Дениса Горбунова. Они у нас там будут участникам какие-то кудряшки делать, я не знаю, там мой мейкап поправлять, сценический образ. Также у нас будут 4 мастер-класса. Это мастер-класс от томского режиссера Ивана Юрчука. Он будет рассказывать, как создать свой образ на сцене, как работать с материалом. И 3 мастер-класса будут по хореографии. И победитель поедет в Испанию. Что там за фестиваль? Это совершенно верно. Это гран-при всего. То есть все-все-все-все-все жюри потом собирать, и говорят, кто самый крутой. Я прям отстаиваю, отстаиваю его. Те же самые жюри или уже другие? Это будет один человек. Один, да. Все жюри с каждой номинацией. У нас уже есть такой опыт. То есть вся та же самая компашка в уменьшенном виде, в отбор, который прошли, собираются и едут в Испанию, и там продолжают усилить. Нет, один только победитель. Либо один человек, либо это дуэт будет. То есть абсолютный победитель, обладатель гран-при всего конкурса, да, получается? Да, он едет в Испанию. Он едет в Испанию, и там международный фестиваль для творческих и талантливых людей, мастер-классы творческие и экскурсии семидневные по Европе. То есть такой бонус. Круто, отличный бонус. Да. Еще один глоб, да, у нас? Быстро. Я говорю быстро, помедленнее. Сейчас очень быстро Наталья Маликер расскажет нам веселую историю напоследок. Поехали. Да, в общем, у меня есть очень клевый друг, потомственный казак, чтобы вы понимали, который ходит на настоящие шапки казацкие, там, со всеми орденами и прочее. И он где-то примерно года два звал меня в Томск. Говорит, у меня от деда осталось целое потомство, хозяйство, дикие животные, лайки и так далее. И представляете, прям... Лайки и репосты. Все, да. В Карен вообще сегодня супер. И в общем, говорит, собирай всю свою компанию. И причем говорил это всегда. В компанию с уважаемыми людьми. Даже замминистра Новосибирской области звал, представляете? У меня даже сомнений не осталось, что он может меня обманывать или там что-то не договаривает. Я собрала огромную делегацию, чтобы вы понимали, кортеж. Кортеж из пяти машин поехал. Всех своих друзей, уважаемых, взрослых, там, мужчин, женщин, детей. Просто компания собралась очень-очень серьезно, очень ответственно. Он накануне, недели за две, фотографии подогревал, снегоходы показывал. Вот. Как они там какого-то кабанчика нам на шашлык, в общем, зарезали. Я там в этом общем чате всем все рассказываю. Все в предвкушении. Мы собрались в Томск на три дня, на каникулы, какой-то потомство к казаку за деньги, кстати, чтобы вы понимали. Он говорит, ну это гостевые домики, я вообще их, там у меня томские олигархи отдыхают. Вот. Но я как бы на три дня вот тебе подружества отдам. Тысяча-двести человек и всего там с питанием. Я говорю, да, да, мы даже еду тогда не будем брать, но зачем, если у вас там питание, полный комплекс. Ну в общем, все. Едем, дорога веселая. Он говорит, что 150 километров от Новосибирска, то есть между Томском и Новосибирском. Я соответственно как бы еду, мы геолокацию в день выезда получаем, оказывается 100 километров от Томска, но в другую сторону. То есть не 150 ехать, а 400 километров. Ну то есть уже такая маленькая площадь, но мы дальше едем, 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 едем. В общем, пять машин, кортеж. Вот реально человек, 18 нас было друзей. Приезжаем, нас встречает Андрей, его придворные, два не особо трезвых и понятных человека, семейная пара, очень плохо одеты, вот видимо, что какую-то дюрюшку нашли. Мы говорим, ну что, вот куда нам эти чемоданы, там наши красивые все. А моя сестра еще постельное белье зачем-то взяла. Я говорю, ну ты что там такие, там томские олигархи отдыхают. Сейчас новости начнутся уже. И короче, в общем, представляете, мы приезжаем, а там лачуга из четырех стен, знаете, такой пятистенник, в семь квадратов. И вы все 18 человек туда поселились. И мы там спали все, и те, кто не влезли на пол, спали под кроватью. Да, это было незабываемо. Спасибо. Кошмар. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok